всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня очередной мукпанг у нас две небольшие шурмы которые я приготовила сама и обожгла 3 пальца ну как всегда в общем здесь у нас напиток айсти я сначала руку поместила в холодную воду все говорят что типа это помогает раляля вот но наоборот еще сильнее боль начинается после того как ты вынимаешь руку из холодной воды прям болит ужас а все почему я хотела вот так вот обжарить поместила в сковородку а потом не знаю так получилось я взяла рукой эту сковородку господь боже мой прям печет однажды у меня был очень сильный ожог мама открыла духовку духовка находится внизу некоторых наверху бывает духовка я получается встаю со стула и я не обращаю внимание что открыта духовка и голой ногой босая наступаю на открытое окошко духовке а там температура наверное 250 в общем так получилось что это были просто жуткие боли потом у меня на ступне и на ногах появились такие пузырьки в общем ненавижу ожоги все что угодно только не ожог ладно там солнечные ожоги это все таки не настолько больно а когда вот именно серьезный ожог после которого еще есть последствия период реабилитации особенно когда нежная ступня ноги это конечно ужас сегодня иду к жале к подруге вы знаете что она сделала грудь просто давненько не виделись мы с ней общаемся вот иногда у меня такое ощущение что просто она моя близняшка она раньше была моя подписчица и она говорит что всегда когда смотрела мои видео всегда думала господи как же мы похожи а сейчас я думаю она рассказывает например что-то о себе я думаю блин как мы похожи среди моих подписчиков тоже по-любому есть девочки которые очень похожи по характерам духа потому что я тебя беру я всегда выбираю для себя для просмотра блогера который чем-то похож для меня когда у нас есть точки соприкосновения с блогером я именно не сторонник каждый раз находить новых блогеров которых я буду смотреть для меня очень важно именно история то есть например какая-то история в жизни блогера меня зацепила я начала ее смотреть потом узнала про ее жизнь еще больше с каждым днем еще больше и больше узнаю это куда мне интересно а просто в инстаграме подписаться на красивые картинки это немного не моя стихия я например очень часто в инстаграме подписываюсь на бывших участниц дома 2 потому что очень интересно как их жизнь сложилась после проекта кстати вы может слышали говорят что дом 2 будет переведен на стеслав необычный стес какой-то дочерний канал как я поняла я еще в интернете прочитала что у них там осталась передача вроде напротив бузовой я прочитала что вроде как там тоже рейтинги очень сильно упали потому что они эту передачу переделали под ну наподобие пусть и говорят чтобы перевести дом 2 на интернет платформу мне кажется просто не хватит денежных средств потому что каждому участнику нужно платить зарплату нужно монтировать это все кормить поить естественно что в телевизоре реклама стоит в разы просто дороже но я последнее время начала смотреть старые выпуски дома 2 я чувствую как изменилась прям передача до неузнаваемости раньше прям участник мог повысить голос на ведущую не знаю послать на три веселые буквы как-то очень борзо общаться сейчас как бы последние выпуски смотрела прям очень сильно выводили на эмоции брали старичков выгоняли хотя раньше такого общения было со стороны конечно виднее но все же ну или с такой туман прям ужас кто бы что не говорил я бы была бы рада если бы возобновили бы показ дома 2 мне интересно например на каких-то историях случаях я делаю тоже себе выводы и для меня это тоже какой-то урок в отношениях следующий вопрос задает несравнимое айка можно вопрос ты занималась благотворительностью на ее вопросе 98 лайков благотворительность я занималась но никогда об этом не кричала не говорила по большей части это благотворительность связанная именно помощь помощь всяким приютом я переводила денежку правда но немного по мере возможности не могу сказать что я сто тысяч перевела но каждый раз время от времени я стараюсь переводить потому что это огромный труд то что делают эти люди они ухаживают за этими собачками кошками я считаю что там это просто они молодцы они достойны просто самого лучшего мне кажется все должны помогать таким приютом не то что должны но как бы должны возможно это как-то грубо звучит но было бы круто если бы все помогали что касается помощи там не знаю людям просто частенько мне пишут отправляют там скрины например странице на ней две фотографии помощь например ребенку который болеет например каким-то серьезным заболеванием я людей лично не знаю я не знаю действительно ли они являются родителями этого ребенка еще кстати смотрел передачу там получается девушка с больным ребенком в каждом магазине поставили такие ящики со списком диагнозов чтобы им помогали собрали очень круглую сумму там пять миллионов рублей и в общем эта девушка потратила какую-то часть на ребенка она остальные деньги открыла себе бизнес там нижнее белье магазинчик и когда представители как раз таки этого фонда которые помогали ей разместить эти вот ящики во всех магазинах начали предъявлять о том что а чё ж ты деньги которые были выручены на ребенка открываешь себе бизнес это аргументировал тем что есть же дальнейшее тоже проживание нужно как она будет жить чем она будет заниматься она машину купила туда-сюда и представители этого фонда говорили о том что так же как и ты есть и другие родители которые тоже нуждаются в деньгах и в помощи то есть если ты сделала лечение хоть и не до конца да и оставшиеся денежные средства другим которые сейчас находятся в очень сложный сложном положении она купила машину открыла себе бизнес на эти деньги то есть я не против всего этого я просто за чтобы деньги направлялись именно тем людям которые вот прям очень нуждаются в этой помощи нуждаются в этом лечении и так далее но это еще пол биты программа проводила проверку и выяснилось что половина диагнозов которые были на коробке их просто нету двойной порог сердца и так далее многие диагнозы даже не подтвердились то есть мне не сложно как бы по идее что мне стоит просто фотографию опубликовать в истории мне часто такой пишет просто я не знаю на самом деле можно ли доверять этим людям действительно ли этому больному ребенку пойдут денежки и как бы если я выставляю подобный пост люди доверившись мне отправляют эти денежные средства почему я помогаю приютам просто потому что они постоянно выкладывают фотографии видео отчеты как они там купили кормы как они их кормят поэтому я доверяю вот когда страница просто две фотографии больного ребенка что вот номер карточки переводите деньги я боюсь вот если бы я знала что конкретно действительно есть такой ребенок и я передаю эти деньги действительно этому ребенку то я бы с удовольствием помогла бы или среди моих знакомых не дай бог конечно если было бы такое с удовольствием бы помогла просто к сожалению не всем доверяю я наелась мои хорошие на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца я считаю что в любом случае надо быть более менее хотя бы аккуратным потому что сейчас каждому доверять нельзя к сожалению всех люблю пока